все для детей вам это очень понял вы верующие до православные христиане кто ваш бог господь наш иисус христос сущий над всем правитель вы его хоть раз видели нет не видели мы дух душой чувствовали отдались ему как можно верить как бы как вы шаблонно всех научили а как можно верить да мы во все верим что не видели мы верим то что мамонты были никто их не видел я пушкина я не верю вообще я где ты видел моя личная теория то что мы вообще все это вообще не реальность то есть мы живем пушкина не видели я не видел а труды его читаем от бога труды он сотворил человека вы маленько то мыслите так прогрессивно кто-то сказал что то ты не видел мы вообще ничего не видели на одном месте я в себе с мир объехал до это крошка того что можно видеть еще и проехал то но я был она в лиссабоне на тихом океане плавал а что я видел то там видел что там на корабле а там глубины еще еще 10 километров вниз поэтому наши знания крайне ограничены и блаженный человек который не видел но поверил блаженный тот человек а тем более мы это испытываем какой я был и когда я покаялся это два разных человека никто признать не может бог переменять человека великим смыслом жизнь наполняется вот и юноша вам расскажет все это я бы послушал с удовольствием ну вот видите а вас взрослый кто-то дома есть еще есть ну пусть кто-то подойдет чтобы рядом был зачем а зачем чтобы не обвиняли что мы детей совращаем куда-то мать то поймет или отец что мы говорим доброе но я не с родителями живу он не с родителями живет ну хоть кто-то старше то над вами есть опекун какой-то сейчас три ночи спятся вы вы слышите у них три ночи ну да вот это зайдите и тут можете по skype у меня найти такого больше нету нигде во всем мире во всей мировой сети вот отсюда написано есть сайт вот с этими словами открытым оком сайт на этом сайте фильмы про нас сняты занялся первое место на международном киноконкурсе здесь же часть не запишу подождите давай пиши быстрее нас времени то нету вот сюда на меня сбегай вот так хорошо сейчас он бумажку открытым оком ока это глаз я понял я знаю что только во свете библии а меня звать игнатий лапкин рядом можешь по сайте игнатий лапкин чтобы безошибочно зайти а потом если поставить им место ютуба скажите сайт в интернете сайт с этими же словами открытым оком откроется сайт форма то есть написано видите на бумажке то если напишите формы с этими словами форум 1600 тем а сайт откройте там моих 41 книга который написал всемирные путешествия как виды проехали по всему миру я дарил книги библиотеки мира вам будет страшно интересно мы православную деревню строим это все с верой в бога как я шел по тюрьмам когда за слово божье нас сажали и как там все и следователь обратился к богу начальник тюрьмы полковник по-божески умер это все там заснято все показано документировано там книга есть как откроешь для слова божье нету все книги 752 страницы и там по порядку все моя биографии и как был то бог делал моего там еще нету как мои стихотворение написано 4 книги по 800 страниц стихотворение 3467 стихов из них там 80 на музыку положено поют их вам будет очень интересно и все это там скачивать можно а сильно вы пожелаете тогда в скайпе зарядите игнатий лапкин записали эти слова вот и тогда в скайпе зайдете но только чтобы лицо было открыто никаких аватаров никаких ников и я тогда скину в какое время ко мне может будет подойти у меня график люди отовсюду приходят чтобы очередность занять и мы с вами побеседуем а заранее приготовь вопросы как можно верить то чего не видел допустим вопроса хороший для дурачка а для взрослого то никуда не годится мы ничего вообще не видели вот мы живем на одной лестничной площадке с сашей саша пушкин александр сергеевич каждый день здорово саша здорово но ничего бы я не считал я объявил как знал то он узнал видел бакенбарды у него какие говорят он на дуэль пошел 26 дуэль у него была трагически закончилась а вот когда я считаю его труды я его знаю достоевского зная толстого почему по трудам хотя я их не встречал я знаю про войну абсолютно все что в интернете выставляет почему меня интересует один вопрос покаялся ли главный виновник вины адольф гитлер я помогла наконец нашел секретарь его выступает юнга и она рассказывает она завещание писала его в тот день когда он должен был покончить с собой а почему интересует это главный момент жизни человека он испытал эйфорию от подвигов как его везде славили и наконец все пошло по-другому как у наполеона бонапарта вот если бы он покаялся этого не было и главная его вина была что он тронул божий народ евреев и он был обречен решил славян уничтожать это сатана был в образе человека а стране заботился из руин поднял ее а тут наши правители из страны богатейшей руины сделали наоборот все это все там вы найдете 55 папок я отвечаю на 4 тысячи 124 вопроса которые мне в университетах задавали я в пяти университетах вел занятия 13 школ все отделы милиции воинские счастья и 3 радиопрограммы это моя биография я никакое образование ты не имею я технарь то есть гуманитарных наук не кончал я просто молюсь вот ежедневно я должен я на пенсии сейчас и 100 поклонов вот на меня вы смотрите вы думаете сколько мне лет больше 60 80 учитывая что я прошел такими путями где меня морозили крутили пытали а я живой остался почему бог спас меня понимаете как вот и выхода это посмотрите у нас ложь никогда не допускается и вы увидите я начальник детского лагеря 45 лет без помощи государства тысячи детей подняли государство ни рубля не дало у меня ни одного повреждения отравления не утонули никто почему строгая дисциплина как приезжают комиссии пытаются нас закрыть а у детей лозунг россия должна встать они скандируют второй лозунг россия это мы а там вот такие россии это вы там пять шесть лет и самое лучшее что в мировой практике есть я все взял оттуда в лагерь для лайк в инструкцию что-то из японии что-то с германии с великобритании и такого лагеря никогда в мире не было настолько он был совершенный все приезжают профессора психологии беседу это где вы взяли где вы взяли действует безотказно но ни один лагерь этого скопировать не смог их за это дело разбомбят а здесь бог давал такие большие начальники меня прикрывали там прокуроры края и со мной заодно были мы показывали какие граждане растут их видно вот у меня племянник пошел служить его в президентский полк взяли безотказная понимаете я богом моим хвалюсь это господь сделал а так то бы я был не верующий а в 23 года уверовал совсем другая была бы биография а я поверил христа христос меня ведет мы каждое утро молимся днем еще просим то и получаем при том совершенно невероятную надо путешествие ехать путешествие то не маленьким и барнауль алтайский край знаете где это вот и мы надо ехать до владивосток порт находка и везде в городах я дарю книги 38 книг в бумажном варианте дарю за три года проехали мы на 35 миллионов подарили а у меня минимальная пенсия это бог делает узнали что мы едем миссионерское путешествие сразу пошли заявки звонки возьмете деньги незнакомые люди даже знать не знаю калининграде там булкин дмитрий 100 200 тысяч перечисляют они знают я ни одной копейки не проем на себя не надену на мне все чужое я полностью на сто процентов посвятил себя богу и и таким путем я иду уже пятьдесят шесть лет я вас понял да это как нибудь на сайт да и на сайт и на форум с этими словами когда зайдете там наши ресурсы вот на нашем ютубе он тебе сказал брат владимир гарт 13 тысяч 700 роликов ни у кого нету столько а почему у нас все снимается и вот как сейчас зайдете вот только сейчас поставил который ролик вот тут парализованный моим духовный брат умер и о нем составлено это мои стихи считают я автор как бы я первый раз и слышу да слез прошибает вот такое откровение вот представь три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений за 9 лет а много это это пушкин лермонтов некрасов блок это меньше получается и ни одной поправки в стихах нету все пишется с чистого листа да быть того не может вот одно из такое стихотворение пример себе своим воображением от если вы запишите пример к себе своим воображением и в интернет только в youtube и сразу покажут как его играют и поют и последний куплет такой я с моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощай земля азарт закон ограда мой труд следы считайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу вот как бог делает почему за без бога я давно погиб бы меня не было не было нигде там я да это точно знаю у меня уже уме в мыслях было одно стать террористом отомстить коммунистам за что они сделали с родиной а бог сделал вот так я буду гоним и меня будут сажать по тюрьмам тащить крутить вертеть в морозилках держать и я выйду опять живой обновленные ни одной таблетки еще не сел за всю жизнь у меня две голубя от небольшие вот сейчас в комнате голуби у нас статья была в газете большая заголовок у злого человека голуби не водятся не водятся то есть они у него подохнут все а я выхожу когда голуби со всех сторон на руки садятся а то бог делает так и поэтому я хвалюся моим господом что он со мной сделал сказал господи возьми меня что тебе угодно ты мне говори я буду делать и поэтому я занимался с детьми и результат остался на тысячи детей государство ни рубля не дало деревню строим с нуля сами дороги проводим столбы ставим пруды делаем где рыбу ловить государство за 27 лет с нуля взяли землю а их двадцать одна тысяча сел погибли в россии и не нам не дали ни рубля а старались еще пакости сделать одна лошадь была привязана штырь железный воткнули в спину она прибежала и палах люди безбожники а мы все равно богославим а если вас вот на на еду там я об этом не думаю почему бог сказал я сделал а остальную заботу обо мне он взял а ваши книги то может быть сожгли может быть но они не мои я во имя христа их пожертвовал я за компьютером просидел за 9 лет больше 30 тысяч часов 14 16 часов без выходных 9 лет ну представьте какой труд 41 том вышел я даже в эти годы не купался не смогу с детьми на костре не был каждую пятницу костер у меня нет минуты времени он сон доходил до двух с половиной часов сутки это все позади есть что показать и вы когда поймете увидите и скажете цель жизни одна христос христом все победишь он живой он воскресший вот на пасху вот христос воскрес ты такой радостью будешь приветствовать всех родители там кто у тебя есть он воскрес он живой он отвечает на молитву и он прощает грехи почему он умер за наши грехи и кто верит он прощает ради жертвы своей это совершенно другая жизнь будет уже государстве а за гробом жизнь безвечная в раю а без бога в ад сразу в огонь идет человек я студентам преподавал как-то ну новые темы разные брал и картины галереи мира от вас образите все картины и галереи эрмитаж там и лувр и счета их откуда не было на наша третяковка они все на религиозной основе и как люди при я не знаю кого не так слушает одно время я преподаю университете за него и веду там 21 тысяча студентов ведущий университет у нас тут но и к ректору кивстигнееву обратились бизнесмены я сказать мы вот разбогатели образование ты не очень нехти вы нам дайте человека который бы нам уровень поднял а то вам вова там русские новые над ними смеются все это в анекдотах то и он сразу же ни одного профессора не выбрала меня вызвал и говорит просят я куда-то я какой у меня образования нету гуманитарного но они вас избрали они считают газеты про вас все время пищат это фильмы ну я подготовился провел четыре занятия четыре занятия ну ну четыре занятия что они знают они поняли у них сейчас уровень такой который кто не ходил никогда не достигнут так спрессовано было и меня вызвали получите там деньги я говорю бесплатно преподаю везде они деньги за счет не беру но они уже деньги перечислили я говоря за что ну да что преподавали так какая ставка то он там назвал у меня голова закружилась профессор счете нобелевской премию дали я говорю еще не может но уже решили все уже заплатили идите получите до того смешно я вдруг у вас профессора академики а у меня ну класса нету почему бог бог все это делает я вам рассказываю это и без обмана и вы когда зайдете наши ресурсы вы увидите а там с мэром стою обнимаемся целуемся мэром города а мэр входил в десятку лучших мэров россии там университете приходит ректор и перед всем народом говорит я преклоняюсь перед этим человеком уважение такое мало того обнимет да поцелует еще но так смешно а мне это разницы никакой нету люди должны знать истину познакомиться со христом жить с христом и умереть с христом но все пока на этом сегодня можно один вопрос но давай что после смерти смерти а рай и а два места это определяет человек при том вечно никогда не кончаемой муки и никогда не кончаемая радость это одинаково в этом верят и мусульмане и буддисты то есть из семи с половиной миллиардов человек семь и сто кажется миллионов верят в это и древние люди и в египте верили что как человек живет там переплывет реку смерти там бога ра верует и тоже хорошее или плохое поэтому быть добрым очень выгодно во первых я ничего не проигрываю даже если бы не было у меня уже сейчас тысячи друзей тысячи врагов единица личность а если есть то проиграл полностью я как-то ехал в поезде когда в армии был но один подошел а бога нету я вот живу все беру от жизни что я хочу ты берешь расскажи ну чтобы оглянулся там толпа голых баб была и гора бутылок а еще что да нету до горы не будет и сдохнешь раньше времени венерической болезни зародились я говорю но давайте так две минуты две минуты вы правы а потом я буду две минуты ну давайте выбор будете первые говорите вы правы бога нет да нету но я и знаю нету на теперь что я проиграл давайте бога нет ты умрешь лопух вырастет на могиле у меня но моя жизнь без бутылок и без голых женщин потому что это грех я не прикасаюсь к ней в рот не берем я от мясное не ем алкоголь одного грамма не пива ничего нету а у меня сколько всего сколько я прошел перемолотил литературы герой я могу беседовать на любую тему с политиком с экономистом социологом ты можешь он не знает я из армии вышел сразу поступаю моряком был на море плавать и в мореходное высшее училище добиваясь разрешение сдать все предметы трехлетнюю программу за один год на немецком английском или французском языке самостоятельно при том учил а у тебя есть это нету все мои минуты кончились в твоем воображении я верю в то чего не видел правильно то есть я дурак стопроцентный кроме того что я дурак это ты думаешь а я то сам себе не дурак у меня и родители верующие брат священником у меня друзья когда я в тюрьме был там преступники каялись меня тронуть пальцем боялись никто не тронет все на защиту до начальника почему бог повелел им маленько приболел я начальник меня вырвал прямо с вахты скорее к себе за руку перетащил закрыл чтобы никто к нему не подходил давай двойной порции мне масло молока чтобы если туберкулез если не было у меня потемнение было легких от морозилки держали они верующие да кому ты нужен наркоман или кто сдохнешь заботы меньше я говорю теперь давай я не проиграл ничего у меня нормальная семья на работе мне почтение уважение я не ворую нигде у меня 280 300 процентов выработки я плотник пищник а работал прорабом потом уже не дали не стали давать верующие преследуют я потому 5 тюрем и прошел теперь давайте вы не правы я прав но мы же договорились твои минуты мы проиграли ты меня дурак назвал я тебе объяснил этот дурак для тебя дурак а для меня я не дурак или людей не дурак со мной беседует я веду три радиопрограммы это не просто так в кгб со мной за ручку зарываются они меня знают везде теперь я прав бог есть которого никто не видел и не увидит потому что миллиарды световых лет и везде бог он все собой наполняет как писал державин гавриил романович учитель пушкина все собой наполняет созидает о да о да бог державина прочитайте когда нибудь а вы не верите в него заповеди не знаете написано верующий сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем ты под гневом божиим ты пойдешь в ад это несомненно потому что я с тобой согласился бога нет я потерялся теперь ты со мной соглашайся а по нашей вере даже секунды одной ты не будешь в раю ты будешь в огне гореть черви тебя будут грызти непрерывно черни умирает огонь не угасает христос сказал и в этой жизни у тебя ничего нет ты разведенный разведенный еще женишься еще разведешься тебя проклинают дети которые растут без отцовшины у меня этого нету у тебя друзей настоящих нет тебя все опасаются чтобы своровал ты пьешь работаешь плохо денег нету наркоманишь еще ну и все ты проиграл на сто процентов а я если бога нету а я делал для бога то а что я потерял также умер так у меня похороны то не твои будут похороны с почестями с некрологами в газете потому что ну как городская краевая администрация там все дают что я вношу огромный вклад в нравственно оздоровление края это люди высокого ранга а про тебя еще скажут ну договорились вот две твои мои две мои ты понял что нет опустил голову быть верующим беспроигрышно так это на сто процентов истина в которой две тысячи два миллиарда верят достоевский там все таких перечислять тебе буду ушаков и макаров и суворов и кутузов все верили в бога в трудную минуту и сталин обратился к богу и путин когда народ захватили путин выступает и говорит я не знал что делать и показывает иконы я впервые стал перед иконами и стал молиться господи помоги что делать газ запустить люди помрут надо как-то нейтрализовать эти шаки так чтобы они не взорвали впервые встал на колени а вот и путин это он сам говорит поэтому примите христа веруйте в него за нас умер христос сто процентов точность вы смотрели мастер маргарита там когда валант беседу это там без рукам сидит безродный это галкин и берлиоз ну надо доказать что христос был не был он говорит никаких доказательств он был и далее показано как шаркающий кавалерийской походкой в плаще подбитым красным он выходит в колонаду там воин стукнулась судить христа картина ну конечно это михаил афанасьев с булгаков знал как написать но это действительно так доказывать нечего это жизнь к мертвому кто будет обращаться 2000 лет а почему обращается потому что ответ идет я не видел человека 10 лет допустим я стал утром учет этого человека давно не вижу а где он никто не знает он священником стал только выхожу на улицу и сразу его вижу утром поговорили об одном человеке я говорю не знаю где он сейчас звонок от поднимает телефон вот она тот человек звонит игры почему позвонил не знаю такое беспокойство прямо я не могу ничего вы просто передо мной стоите недавно один в америке я говорю сплю а он не православный для нас они еретики пятидесятники и вдруг говорит туман как такой-то и как и вы вырисовываетесь у меня увидал а кто это такой он во сне он горит игнатий лапкин выйди на меня и он в этот день на меня вышел и сейчас мы уже знаком во сне он обо мне не слышал и не видел а другой пишет ягра спал а вы подошли ко мне как пнули меня по ногам то еще лежишь то встань молись ягра соскочил давай молиться а потом по интернету давай вас искать это бог делает а тот человек то был в америке а я то в россии интересно я с этим человеком с любым которых я называю вы можете поговорить я купчук леонтий зарядите сказать а было у вас такое он сам может сказать но он на украине сейчас с америки вернулся и поэтому во христе это жизнь счастье это любовь с богом с блогом как вы сказали звать то вас илья 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 это вы знаете какое имя ваше это древний пророк а как по-русски переводится и вы знаете не помню вот запомните никто как бог три слова то есть выше бога никого нету и л по-еврейски это бог никто как бог или я михаил там начальник воинства боже боже и лу в конце стоит где-то никто как бог или я кажется еще бог моя крепость вот какое вам имя дали так вы оправдайте его для бога я бы вам мог рассказывать по всем именам особенно в школах когда я вел занятие 13 школ за мной было и студенты там я имена эти рассказываю где-то на каждое имя есть жития кто жил как родоначальник этого имя от кого пошло имя то то ученики то ну ничего не знает а тут сразу записки только записках передавайте а как наташа означает наташа рожденная ты духовно должен родиться для бога а там войти это на варвара а я варя меня зовут там папа мама там ласкают я это означает грубая грубая так это я ж не грубая ну родители дали тебе имя то не я грубая вот бывает светлана фатина это светлая а мне волосы черные а у другой волосы черные это белые а назвали ее мелани а мелани означает черноватая темная в переводе с латынского языка с греческого ты не во тьме будешь ты будешь все знать что этот город означает и как в любом положении выйти из этого на самый лучший стезю как другим людям рассказать при том что я преподаю где это все бесплатно я нигде ни рубля не получаю и пенсия мизерная 8000 141 рубль 33 копейки и в то же время вот сегодня мы уже позавтракали у нас съедаясь картошка своя деревню строим с нуля и вы это все найдете на наших ресурсах вызывает это доверие всего берегите себя особенно бойтесь женщин никогда не подходите это самая глубокая яма из которой не вылезти никогда береги себя будешь в возрасте по закону по благоценирую родителей познакомишься невесту покажешь родителям со священником побеседуйте и потом уже церкви повенчаться законные дети будут не брошенные не проклятые послушная у вас все впереди поэтому не портите себе дорогу самая большая опасность это женщины самая страшная опасность больше всего погибает женщины вот здесь мы сейчас идем это не знаю это рулетка это что значит рулетка у русских было там 7 патронов по проиграл не знаю что там стрелила раз упал и сам себя застрелил и здесь я смотрю половина раздетая 80 процентов мусульмане и и женщины матерятся все это помойка здесь я говорю на помойке можно найти людей вот мы сегодня помолились и вы нам первый встретился и илья встретился нам да хранит вас господь и благословит нигде не ходите ни с кем не общайтесь там выпить зайти или это никуда занимайся учи языками какими-то владеешь нет но английский учу школе немного владею но владею китайский изучай потому что у них рабами будем как говорит это как его фамилия это петр мамонов он говорит что все в стране это продали китайцы будут на вышке горит придется нам с сторожами там быть артист который играет петр мамонов он сейчас хорошие слова говорит с богом да сохранит вас господь для царства заходите наши ресурсы и по скайпу на меня выйдете игнатий лапкин запомните я один с этими именем и фамилиям если вы зарядите кузнецов иван там будет четыре с половиной миллиона таких а когда за зарядки игнатий лапки никого нет я один потому что называли по календарю а по календарю это имена 750 имен мужских а сегодня их 33 только то есть скудость вот у меня старший брат самуил я игнатий меньше меня который священник иоаким а тогда были правительстве клемент ефремович ворошилов сейчас школе ни клемента ни ефрема нету а это был правитель ворошиловские стрелки даже иосиф виссарионович сталин где виссарионы ни одного нету не считая там колдуна еретика в красноярском крае а у меня вот дяди были на фронт ушли они все погибли макар филарет эммануил у меня отец тихон а у него братья на ум на ум амос и стефан это вот только в нашем родстве какие имена какой разброс был по имени узнавали а сегодня начальник города у нас николай владимир николаевич он погиб на его место владимир николаевич начальник тюрьмы владимир николаевич я везде где общаюсь у меня пять владимиров николаевичей ну чё это нормально что ли брось горит собаку в наташку попадешь вот так юноша старайтесь во всем подражать богу апостол горит подражает павел говорит подражайте мне как я христу вы найдете себе образ кого брать образ как владимир владимирович маяковский писал с кого писать его а сам застрелился пьянствовал доблудищал как есенин а верующие такие как борис леонидович пастернак стал лауреатом нобелевской премии и умер по-христиански как агрессионер васаев столженицын печальник русского народа кто николай алексеевич некрасов а кто ваш самый любимый поэт семён я кришнатсон он 24 года жил только над сон над сон еврей православный и стихи каждое стихотворение властитель умов молодежи был вы должны это все знать как а то юлия шмидт подошел к руководителю там своей группы где-то к экзамену было скажите а что сколько должен просчитать чтобы считаться культурным человеком он ему написал список он прочитал так это много сколько он говорит требуется 120 лет 120 лет так я столько не проживу но столько не тогда надо выбрать чтобы уже оставить он написал и еще получилось там лет на 80 а вот теперь это постарайся вместить в себя учились быстро считать запоминать вот так и он был кто руководитель этой экспедиции шмидт очень известный исследователь севера в советское время отто юрьевич и он на себе так написал а сегодня спроси еще знать а зачем знать вот они лежат тут раздетые просят блудники папа показывать половые органы вот мы идем здесь безумие полное у него больше ничего нету кроме сучка дупло гнилое и живут до 36 лет потому что они жизни дорожат вот это тело наше называется храм а когда курят храм разрушается 12 лет отнимается рак легких и ты за это ответишь как самоубийца наркотиком не прикасайся друзей таких не води никому в дом не заходи в школу ли я был домой там дополнительные уроки какие все слушайся внимательно что я говорю когда закрутит мозги дьявол тогда а я ничего не могу сделать вот мы встречаемся курит пьет и один сидит а позади 5 брошенных жен а ты с одной проживи жизнь чтоб дети при тебе были тебе это сгодится ты уже взрослый это 16 лет это не мальчишка в 16 лет кажется даже 14 лет аркадий уже гайдар полки водил в атаку все пока отошли мы с богом храни тебя не зря ты день сегодня прожил узнал что сегодня у вас рубикон отвергни все на суде божьем не скажет что ты не знал примешь жизнь изменится родители всех приведи к богу православная церковь всеми куполами сияет не смотри что папы не такие патриарх не нашего модела я должен молиться за них чтобы они были нормальные мы отошли с богом